всем привет я рада вас видеть на своем youtube канале и сегодня у нас необычное видео сегодня мы с вами будем говорить про ошибки в макияже сразу хочу оговориться что это видео носит только развлекательный характер и пожалуйста не воспринимаете все далее сказано на свой счет наслаждаемся и поехали если же вы еще по какой-то причине не подписались на мой youtube канал то пожалуйста подписывайтесь ставим лайки и для удобства есть часть разделю лицо на правильную и неправильную сторону я прошла и пусть правильно будет справа а неправильно будет слева пусть она всегда идет налево самая распространенная ошибка это тональный крем темнее цвета лица и сухой спонж что мы сейчас с вами и сделаем оговорочка что тональный крем сухим спонжем нельзя наносить можно просто покрытие у вас будет очень очень плотно и вопрос в уместности нужно ли вам это делать конечно интересно это все делать знаете что самое забавное это если вот эта сторона вот эта левая будет лучше чем правая все интересно будет что вообще он темнее и на вторую сторону я нанесу тон кистью что вы плоская синтетика и сразу оговорюсь о том что вам нужно растушевать и ушко немножко пройтись остатками и стянуть это все в шее следующая ошибка это очень светлый консилер и в очень большом количестве и все это тоже растушевываем сухим спонжем слишком светлый консилер делает вам синячки серыми и выбеливает неестественное лицо поэтому выбирайте консилер на тон светлее если же у вас под глазом активный синячок то вам нужно буду будет подобрать отдельное средство дальше у нас это коррекция мое самое любимое это коррекция от ухо до уголков рта этого например когда девочки делать вот так и прорисовываю такую прям полоску стики сделаю сейчас тоже самое как-то так но нереально деле сделать таки знаете опыт быть опыт визажиста сказывается я прям стараюсь хорошо растушевать чтобы не дай бог не было никакой полосочки что касательно где же должна у нас быть скуловая тень в идеале скуловая тень должна быть параллельной линии подбородка вот она и должна найти только до середины до середины это вот вот эта вот часть это самая темная часть скулы это не это место где расположена сплавая впадина и вот сюда эта тень заходить не должна почему я не рекомендую чтобы вы делали вот так потому что вы в таком случае опускаете скулу вот как вот здесь у меня вы рисуете линию ниже а нам нужно скулы немножко приподнимать и еще немаловажный момент что если вы прорабатываете скуловую тень пожалуйста проработайте тень в лице и остальную тоже потому что в лице не единственная скуловая тень и одна она смотрится очень странно просто веду чуть чуть ниже вот эта часть вот видите она выше и я прорабатываю сразу все остальное тоже если же у вас лоб небольшой да то вы как бы можете эту тень особо не прорабатывать но где линия роста волос слегка можно пройти для и и конечно же сейчас мы это все дело закрепим сухими продуктами следующая наша ошибка это слишком коричневая скуловая тень что это значит она слишком теплая рыжая я бы даже назвала и это очень смотрится странно мое любимое будет плетка от шарлотты не краска красивая серо-коричневая тень и продублирую свою крему дальше хайлайтер сияла из космоса о и вот сюда тоже на свою правую сторону я нанесу очень деликатный хайлайтер я очень люблю такие в повседневной жизни чтобы они были мелкодисперсны и почти были не видны не должен быть но у нас обязательно сделаны вот дальше у нас будут румяна но я оставлю свою левую сторону без румян потому что в этой истории мы считаем что румяна они сделают меня некрасиво я буду матрешка а сюда мы румяна добавим и повторю этот цвет уже остатками дальше у нас будут брови и тут целых три момента первое это четкое начало второй момент это очень темный цвет брови и третий момент это угол подъема так полина не бери исправлять не бери исправлять я красивая сейчас конечно же бровь модная мягче по цвету иногда мы даже ее осветляем для того чтобы лицо смотрелось мягче более того мы не делаем четкое начало если у вас начало брови достаточно густое то пожалуйста прорисовывайте карандашом либо помадкой либо тенями изначально там где вам интенсивности брови и волосков не хватает тогда вы выравниваете бровь по цвету никогда не начинайте там где у вас уже и так темно я буду использовать тоже светлый карандаш это в любимчик вот вивен сабо самое важное чтобы нижняя часть брови вот эта нижняя линия она у вас была максимально четко остальное уже по желанию хотите там можно вот зачесать наверх у меня видите вот здесь не хватает и я как раз таки и дорисую так я уже придумала какой у нас будет макияж на этой стороне сейчас мы нанесем тень и какой-то спаркл сияющий такого неестественного цвета что немаловажно красиво оказалась даже он идет что такое ладно мы исправим эту ситуацию как это что-то мало блесточек тут вот 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 мне кажется я на какой-то хэлл собираюсь выбирайте в ежедневном макияже помол чтобы был меньше я про блесточки говорю и закрепляйте более натуральными оттенками теней нам сейчас тоже нужно будет проработать орбитальную косточку но мы ее проработаем тем же продуктом мы берем шарлотту темный оттенок ставим кисть в складку и прорабатываем это то есть как будто дворнички на машине у вас работают мы ее должны немножко затемнить для того чтобы углубить наш глаз у него появился рельеф и мы прорисуем не стрелку а ниже ресничку коричневым карандашом набираю темный оттенок и прохожусь по ресничному краю в ежедневном макияже отдайте предпочтение коричневой туши и мой самый любимый заключительный момент это губы ошибка в правой стороне это слишком темный контур нерастушеванный и когда вы выходите слишком далеко за губы я тоже выхожу за губы но я люблю более носибельную плавную историю когда это смотрится легко и непринужденно для того чтобы макияж губ смотрелся максимально натурально максимально естественно всегда выбирайте оттенок в цвет губ признавайтесь кто совершал такие же ошибки как и на левой стороне я признаюсь честно что какое-то время тому назад я как минимум скулы делала так же спасибо что посмотрели со мной это видео ставьте лайки подписывайтесь пишите свои комментарии я надеюсь что вам такой веселый формат понравился и до новых встреч пока пока